Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Катя Сушкова, значит, вы на моем канале, где я рассказываю о моей жизни в Швейцарии, о моих путешествиях. И прямо сейчас у меня прямое включение из швейцарского леса. Тут какое-то, значит, болото, слышно лягушек, слышно птиц. Надеюсь, не повлезают змеи и не нарушат мой покой, пока я снимаю видео. Хочу рассказать о том, как же найти работу в Швейцарии, сложно это, легко ли это и вообще, как это сделать. Поэтому поехали! Сразу хочу оговориться, что мое мнение ни в коем случае не является экспертным. Это главным образом мои наблюдения, то, что мне рассказывали люди, с которыми я здесь общалась, с которыми я здесь знакомилась. Также важно сказать, что на данный момент я не работаю в Швейцарии, то есть я только недавно переехала, сейчас я занимаюсь ВНЖ. То есть пока у меня нет ВНЖ, я легально не могу работать. Я хочу ответить прямо на ряд вопросов, которые мне чаще всего задают. И первый из них это вообще сложно ли найти работу в Швейцарии. Отвечу, наверное, так. Нет, не сложно. Тем более, если сравнивать с другими европейскими странами, я в моем конкретном случае могу сравнить это с Испанией, где уровень безработницы, безработницы, безработицы где-то 57% среди молодого населения, то есть те, которые только выучились, да, и там до, ну, вышли из университета до 30 лет. Просто очень большой уровень безработицы. В Швейцарии, я не помню точно, сколько он составляет, но он какой-то минимальный, я вот его здесь выведу вам. Поэтому статистически работу найти несложно, особенно если вы швейцарец, если вы тут живете, у вас какие-то есть знания, языки, вам, не думаю, что будет сложно найти работу. Но меня вряд ли и смотрят сейчас швейцарцы, которых заботят вопрос трудоустройства. Потом важный момент заключается в том, какой у вас вообще паспорт. Если у вас паспорт европейский, то процесс трудоустройства упрощается, это легче и для работодателя, и для вас, и вообще процесс иммиграции гораздо проще, легче, вы получаете все документы. Также, если у вас водительские права европейские, вы быстро их меняете, не надо заново проходить никакие экзамены в школе. То есть с европейским паспортом все гораздо легче. С паспортами третьих стран, России, Украины, Арабских Эмират, Америки, все немного посложнее. Для работодателя это, получается, некакие сложности. С европейцами им гораздо проще. Важно ли знание иностранного языка? Абсолютно точно да. Если вы знаете английский, это плюс, супер, это отлично. Но в Швейцарии неплохо бы говорить еще на том языке того региона, в котором вы метите, или в котором вы планируете находиться, жить. Если вы не знаете, расскажу. Швейцария делится на три разговорных региона. Это итальянский, французский, где я нахожусь, и немецкий. Но там говорят не просто на немецком, там говорят на швейцарском немецком. Поэтому это такой некий диалект, который даже не все немцы понимают. Когда вы будете искать работу, обращайте внимание, в каком регионе Швейцарии конкретно находится эта работа. И если вы уже знаете немецкий, например, или французский, или итальянский, лучше, конечно, обратите внимание на объявления работ в тех регионах, где говорят на том языке, которым вы владеете. В общем, вы не говорите ни на одном из ранее мной перечисленных языков. Можно ли найти работу, например, только с русским языком? Сложно. Я не уверена, что можно, только с русским шансы минимальные, скажу вам честно. Но, например, если вы говорите еще и на английском, и если, допустим, вы являетесь специалистом какого-то узкого профиля, каким-то айтишником, каким-то здесь очень ценятся профессии, именно прикладные в плане сантехники, какое-то обеспечение здания, рабочие на настройках. То есть там, в принципе, и не нужен особо французский язык. Много тут очень латиноамериканцев, которые тоже прям целыми бригадами работают и говорят на своем испанском. Давайте я вам не буду врать. Вот здесь прям выведу топ-5 или топ-10 самых востребованных профессий в Швейцарии. И так вы можете посмотреть, попадаете ли вы в какую-то из этих категорий, и насколько велики у вас шансы найти работу в Швейцарии. Напишите мне, если вы все-таки нашли себя здесь, и если вы собираетесь вообще пробовать искать работу в Швейцарии. Вот личный пример моего молодого человека. Он французский не знает, очень-очень базовый уровень. Знает хорошо английский, знает хорошо испанский. И он, находясь в Испании, искал работу, когда не мог ее найти в Испании. Решила поотправлять резюме в швейцарские компании. И буквально за три месяца он нашел вот эту работу, на которой он сейчас работает. И у них корпоративный язык английский. Также там много ребят, которые говорят на испанском. Поэтому они общаются и на английском, и на испанском языке. То есть французский не так уж и обязателен. Но он является специалистом в довольно узком профиле. Допустим, вы прямо сейчас загорелись желанием отправлять свое резюме во все швейцарские компании. И вы не знаете, с чего начать, с какого сайта и что вообще делать. В первую очередь я бы рекомендовала прямо отполировать ваше резюме. Прям покажите его друзьям. Сначала над ним хорошо поработаете. Посмотрите какие-то видео, как его лучше всего составить. Сделайте, добавьте туда самую важную, самую нужную информацию. Рекомендация от меня не составлять его на трех страницах. Попытайтесь все сделать на одной странице, чтобы работодателю было легче увидеть ключевую информацию, посмотреть ее на одной странице. Потому что никто из них не любит читать эти полотна. Еще по поводу резюме я бы рекомендовала прям составить несколько разных резюме. Потому что наверняка вы будете отправлять в разные компании. Как правило, все рекрутеры советуют адаптировать ваше резюме под каждую компанию. Чтобы компания понимала, что вы над резюме поработали. Вы серьезно настроены. И что вы действительно хотите работать именно в этой компании. Как только у вас будет готовое резюме, начинайте отправлять их через сайты по поиску работы. Либо компаниям напрямую. Я бы рекомендовала пользоваться сайтом LinkedIn. Это сайт по поиску работы. Там, кстати, можно создать ваш профиль, написать о вас, указать, какие у вас были предыдущие места работы, где вы сейчас работаете. И там буквально в один клик можно отправлять резюме работодателям. Сайт этот довольно здесь популярный. Им все пользуются, его все знают. Поэтому, наверное, там проще всего найти работу. Есть еще ряд сайтов, которые я вот здесь выведу. Там тоже можно попробовать найти работу. Также в этом процессе важно упорство. Отправлять просто одно резюме в неделю какой-нибудь компании. Этого мало. Важно делать это стабильно, постоянно, каждый день по 2-3 резюме отправлять в компанию. Обязательно кто-то, да, ответит. Кстати, из своего опыта расскажу. Вот в июне, в июле я решила проверить тут почву, посмотреть, что будет, если я буду рассылать свои резюме без наличия ВНЖ на данный момент и французского языка. И многие компании, понятное дело, мне не отвечали. Но 3-4, даже 5, по-моему, компаний мне ответили, связались. Многие уточняли, знаю ли я французский. Я говорила, что еще совсем нет, совсем базовый уровень. Тогда они говорили, что, к сожалению, нам это не подходит. Нам важно, чтобы вы знали французский. У меня было собеседование с двумя компаниями, обе по релокейшену. С первой компанией мы пообщались, в итоге я им не подошла, потому что у меня не хватало знаний именно в Global Mobility. Это когда прям отправляют целую компанию с работниками в другую страну, то есть открывают им офис, оформляют всех работников. То есть это именно не только точечно в одной стране делать, предоставлять весь сервис, как я делала в Испании, а, например, работать вообще по миру из одной страны в другую, вот так вот отправлять в компании, семьи и так далее. То есть у меня в этом совсем мало опыта, поэтому мы в этом не сошлись, но это нормально, ничего такого страшного нет. Вторая компания тоже была по релокейшену, и она находится здесь в Лозанне, недалеко от меня, и им не хватило конкретно знания у меня французского языка. Ничего страшного, что меня ни одна из этих компаний не взяла на работу, я, если честно, в тот период сильно не рассчитывала, я понимаю, что на французском я пока не говорю. И это все равно полезно в качестве нетворкинга, в качестве узнавания новых людей, также в моем секторе в релокейшене, если дальше я буду в этом работать. Вот со второй девушкой, которая проводила собеседование, мы очень приятно разговаривали целый час на всякие разные темы, и, в общем, это был приятный. Это был очень интересный опыт, о котором я абсолютно не жалею. Так что, если вы проходите собеседование, во-первых, круто, что вам назначили собеседование, во-вторых, если вас не взяли, не расстраивайтесь, просто продолжайте дальше отправлять резюме, продолжайте дальше проходить собеседование. Кто-то когда-то в какой-то момент обязательно вам скажет да. И в заключение хотелось бы поговорить о швейцарских зарплатах. Вот здесь хочу вывести топ-5 самых оплачиваемых в Швейцарии профессий. Значит, прожиточный минимум в районе 2000 франков. Это же является минимальная зарплата. Я знаю, что такие зарплаты бывают у, например, официантов, официанта, которые только, в общем, какой-то обслуживающий персонал, горничные в отелях. То есть они могут зарабатывать примерно 2500 франков. Также такие зарплаты бывают у тех, кто недавно закончили университеты и еще на практике только начинают работать. А в остальном же стандартная зарплата во многих компаниях начинается примерно от 4,5-5 тысяч швейцарских франков. И чем больше вы работаете, тем больше есть возможности эту зарплату повысить. То есть примерно каждый год можно просить повышения. Не факт, конечно, что вам будут одобрять каждый год, но пытаться можно. Давайте, чтобы легче было ориентироваться по швейцарским зарплатам, скажу, что если, например, зарплата в год 60-70 тысяч франков, то эта зарплата такая как бы небольшая, да, она не совсем маленькая, но она и до средней особо не дотягивает. Если это от 70 до 90 тысяч франков, то это уже такая средняя неплохая зарплата, при учете, что у вас нет особых каких-то ответственностей обременений в виде детей, потому что дети тут стоят дорого. Вот, если зарплата там уже начиная от 100 тысяч, то это хорошая зарплата, можно много себе уже позволить и в плане жилья, и в плане, там, выхождения по ресторанам и путешествий. Вот, но это нормально начинать с какой-то небольшой зарплаты, потому что всегда потом есть возможность выйти на какой-то более приятный для жизни уровень. Ну что, на этом это было все, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Возможно, я что-то упустила, тогда обязательно пишите в комментарии, я отвечу на ваши вопросы. Спасибо большое, что смотрели это видео и до новых встреч. Пока-пока! Так классно травой пахнет, свежескошенной и навозом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok